Ваше Преосвященство, Благословите! Дорогие отцы, братья, сёстры и наши дети, предлагаю вашему вниманию краткое повествование о жизни и деятельности святого преподобного Паисия Величковского. В деятельности человека существует умственный и физический труд, причём в каждом виде деятельности есть особо искусные, талантливые труженики. Благодаря умному творчеству учёных, изобретателей, испытателей, современное человечество живёт в эпоху мощно-технического прогресса. Мы заслуживаем и прославляем этих людей в нашей скоротечной временной земной жизни. Мы ещё большего почитания заслужили учёные в области духовной жизни, великие подвижники благочестия, которые сами прошли и нам показали путь к Богу, спасению души, вечной, блаженной жизни. Таким величайшим учёным и учителем в области духа является святой преподобный Паисий Величковский. По значимости трудового наследия преподобного Паисия для православной церкви последних двух веков, его совершенно заслуженно сравнивают с самим игуменом, землерусским преподобным Сергеем Радонежским. В тропаре преподобного Паисия Величковского мы с вами молимся. «Странен был на земле небесного Отечества достигнуйся, преподобный Паисий, добротолюбая подвижничая, верных научился ум к Богу возводите, и сердцем помензывайте, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй на грешного». Тропарь преподобному Паисию, избрана имяческого жития ревнителю, якопчала многотрудное, писание антическими души нашей снабдивности, колобожно наставляемый путь спасения, себе ради заявинки, радуйся Паисии премудре, старчества духовного в стране нашей возродителю. Сведения о жизни. Имя в миру Петр Иванович Величковский. Петр Иванович Виктор, извиняюсь, слайды не забывайте перелистывать. Да-да, Лабика. Они листаются. На клавиатуре или право-лево, или на презентации там внизу. Не хочет. Прочи, простите, пожалуйста. Можно колесико мышки. Да, все пошло. Петр Иванович Величковский. Родился 21 декабря 1722 года в городе Полтава. Представился 15 ноября 1794 года. И дожив более месяца до 72-летия. В Няминском монастыре, который расположен в Румынии возле города Тыргунянц. Служение проходило на территории Малороссии, Российской империи, на афоне тогда Атаманской империи, Молдавии. Кровизирован 6 июня 1988 года на поместном соборе Русской Православной Церкви. В днике преподобных День памяти 15 ноября по старому, 28 ноября по новому стилю. Подвижничество и сихазм. И сихазм греческого – спокойствие, покой, освобождение, прекращение, тишина, молчание, мир, уединение. Возникает среди монашества как духовное практическое делание. Поэтому прежде всего следует уточнить содержание сихазской практики. В ее основе принято выделять 6 элементов. Первое – очищение сердца как средоточие духовной жизни человека. Второе – сочетание ума и сердца или съедение ума в сердце. Третье – непристанная молитва. Четвертое – бездловие, трезвение и внимание. Пятое – призывание имени Бога как реальной и преображающей силы. Шестое – явление нетварного флорского света как ступление подвижников в богообщение и боговидение. Священное Писание Басихазмия говорит следующее. Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 стихи. «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Что выражено в практической жизни христиан в молитве преподобного Ефрема Сирина. «Господи, вы быка желатам моего, дух праздности, умильный, любоначальный и празднословий не дашь мне. Дух же целомудрый, смирно мудрый, терпенный, где дару не работаю ему. Ей, Господи, царь и дару не зря, тем бы я прегрешил и не осуждать и братом ему. Якобы огласовение си вовеки вебов. Аминь». Кисихазми призывает и заповеди блаженства. Иван Григорий от Матфея, 5 глава, 3-12 стихи. «Блажене, нищие духом, ибо их есть Царство небесное. Блажене, плачущие, ибо они утешатся. Блажене, кроткие, ибо они наследят землю. Блажене, алчие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Блажене, милостивые, ибо они помилованы будут. Блажене, чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Блажене, неотворцы, ибо они будут оречены своими Божьими. Блажене, знамя за правду, ибо их есть Царство небесное. Блажене, когда будут вас помесить, и вас угнать, и всячески неправильно засловить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так нами и пророков, бывших, рожде вас». В лице молдавского старца архимеита Ленинского монастыря в Молгайве и Паисии Величковского удивительным образом сочетались святость с вечной жизнью. Любовь просвещения, замечательная способность к устроению монашеского общежительного братства, умение прилив себе духовно воспитать многочисленный сон учеников, создать около себя большую школу православного духовного подвижница и, наконец, большое литературное долгание, которое помогло бы совершить важное и необходимое дело исправления старых переводов и новый перевод святоэтической аскетической литературы. Нельзя правильно представить себе духовное состояние русского минашества и русского народа в 18-19 веках, не учитывая духовное влияние старца Паисии и его учеников. Это время распространилось более нежели в 100 обителях 35 епархий русской православной церкви, припосредствии более 200 учеников, старцев и их преемников. Под него влияние изменился облик русского монашества, возвысивая значение внутреннего духовного подвига, характере которого можно следить по старчеству и оптимой пустыни, и по изображению русской литературы как братьев Карамазовых. Знаменитейшие из русских писателей Горголь, Кирилевский, Достоевский, Толстой, Соловьев, Леонтьев и другие заметили это духовное движение в русском монашестве, изучали его и испытывали на себе его влияние. В Молдавии первое жизнеописание старца Паисия было составлено его телевником, Митрофаном, жившим при нем 30 лет. Оно было спустя 20 лет по смерти старца на славянском языке. Следующее жизнеописание на молдавском языке очень обширное было составлено Исааком. Третий ученик, эресхемонах Платон, воспользовавшись житиями Митрофана Исаака, составил из них новое жизнеописание старца на славянском языке в 1836 году. Это сочинение выдержало несколько изданий и послужило митреалом для ряда других жизнеописаний старца, находивших в разное время на русском языке. Первое описание жизнеудеятельности старца на русском языке было выпущено в Оптиной пустыне в 1847 году. Этот перевод в жизнеописании старца составлено учеником распил иерархским монахом Платоном. В 1913 году Преосвященный Сильвестом епископ Привуцкий, векарий полтавской епархии, задумывал издание полтавского приастовского пятерика, которое должно было войти в жизнеописание многих подвижников, родившихся или проживших в пределах полтавского края. Из-за описания старца Паисия Веричковского, вооруженца Полтавы, было поручено протерей Сергею Четверикову в 1908 году Братиславе он был саней иерархимонаха, который работал с богатым рукописным материалом, хранившейся в библиотеках Петербургской императорской академии наук, Петербургской духовной академии, Московский сенитарный патриарш и библиотеки, Орловском и Пархиальном времени хранилище, Библиотека Хортина и Пустына Ломянянского монастыря Бессараби, в Румынии посетил связанные с именем старца Песия Дверьми, Битя Ломянец и Секун, ознакомился с именем библиотеками, был на Ломянянском монастыре Ломянянского монастыря Бухареста, собрал во всех этих местах дополнительные с именем старца Паисии, закончил этот сервис свой 25-летний фундаментальный труд, в эмиграции и сдал в 1938 году на 135 страницах. Эта книга называется «Молдавский старец Паисий Гречковский». Ему жизнь, учение, влияние на православное монашество содержит самое подробное житие преподобного. В сети интернет эта книга доступна, даже есть аудиокнига про Таисия Сергея Четверикова, преподобная Паисия Гречковской, жизнь в дни поучениям. На ютубе также есть много фильмов. Один из рекомендованных для просмотра – преподобная Паисия Гречковской, 2013 года, созданной при содействии епископа Егеревского мака. Родина старца Паисия была его благословит, была благословенная Украина. В начале XVIII века вся благословенная Украина представляла собой богатый и цветущий край. Неказарская война XVIII века, ней, татарские мобилии, нашествия шведов и другие бедствия не могли подорвать благосостояние этого края. Эти действия еще тогда места стали здоровым воздухом, необычанным плодородием, изобилием и разнообразием здоровых божьих. Население края было многочисленным, особенно стало возрождать во II веке XVII века, когда жители правобережной Украины разоряемой непривенными войнами и притесненными со стороны турок и поляков толпами покидали старые гнезды и переходили на линии в берег Днепра, на привольные степы Толтавщины и Харьковщины, образуясь здесь поселения Слободской Украины. По обширности соборов, на уникальных принадлежащем из земельного пространства, хлебопавцы не успевали обрабатывать полей. Много у них было осенних покосов, рыбных ловер и фруктовых соборов. Они промышляли пенькой, льном, топопом, лордом, воском, шерстью, солью. По селям и хуторам можно было бить много домашних птиц и скотах. Но еще более нежели зажиточность обращать на себе внимание духовные свойства тогдашних малороссиян, их преданность к православию, любовь к просвещению, заботы о бедных. То было время особенного духовного подъема. Только что была пережита тяжелая двухвековая борьба за веру и народность, которым грозила опасность со стороны поляков и из улитов и умираторов. Эта борьба вызвала высокое обушевление народу и выгнала ряд деятелей, прославившихся святостью жизни, высокое образование и любовью к родине. Народ сознательно жил своим верой, и весь бит его, простой и скромный был обвел духа врагов православной церковности. Повсюду выселись многочисленные храмы. Прекрасное строение, милительное пение было повсеместно при обвлежении тогдашнего богослужения. Благочестие малороссов не ограничилось только одной любви к церковной обраговлению. Оно выражалось делах и милосердием. Вымисимых за веру, на родину страдания и великое множество обездоленных располагали всех к щедрой благотворительности. В каждой деревне можно было видеть шпитали, приюты для стариков и сирот, увешанные снаружи и внутри множество реком. Сиротых домов, которых тогда, вследствие неправильных войск, было особенно много, в каждом доме получали щедрые милостыни. Замечательная моя любовь, малороссов в просвещении. Почти всеми, даже большинству женщин, умели читать и знали порядок церковных служб и церковные напелы. Священники обещали сирот и не позволяли им шататься от улицов невежды. После освобождения от поляков, все с особым усердным добровались учиться чтению и церковному пению. При каждой приходской церкви была школа. О школах много заработились приходские братства, возникавшие повсеместно для защиты православия и православного уклада от натиска римского католичества и людей. В тогдашних школах не только обучались, но и проживали сиротые дети-бедняков. В школах была нередко и приюта иностранствующих учителей, мандрованных диаков, волочавшихся чернецов. В школе проживали выростки-школьники, помолодики. В выростке не были учениками, но само промышленное учительство нередко иностранствовали из одной школы в другую. В одиночествовании приходских школ приютов и заботливости, духовенства и прихожан, иногда самые бедные и заброшенные дети получили достаточное образование и выходили, как говорится, люди. Население Полтавы было незначительное, оно не превышало четырех тысяч человек. Но Полтава, как и теперь, была окружена мирочисленными хуторами, селами и местечками. Занимая выгодные положения на перепуте между многими городами и государствами, Турцией и Крымом, Польшей, Москвой, Персией, Полтава не наложила мою торговлю. Но еще больше, на нем две большие ярмарки, съезжались купцы из Великороссии, Литвы, Польши, Крыма и Востока. Приезжали многоторговцы из Киева и Нежина, значит, спрос и на книгу. Не было тогда было в Полтавии евреев, занимавшихся торговыми и ремеслами. В родные самого старца Паисия со стороны матери были евреи, о чем он сам рассказывает в своих записках. Высшими влиятельными милициями тогда считались полковник, сомбурный протопол, полковой судья, полевесовый, городской атаман и другие. Такой был тот край и тот город, где родился будущий старец Паисии. Еще ради единности он покинал эти места, но до конца жизни назвал родной горячо любимый Полтавы и Украины, сохранил свою украинскую речь и в своих письмах и сочинениях любовь после своей подписи прибавлять слово родитель Полтавский. Преподобный Паисий Мир Петр Величковский был одиннадцатым ребенком из двенадцати в семье мавросийского протрета Иоанна, потомственного священника. Родился в день памяти представления сителя Петра Московского и Величковский был и по мужской и по женской линии служим Богом. В отцовской линии Петра брат, отец, дед и прадед были священниками, протопопами. Кроме на тот же приход города Полтавы храм успения Пресвятой Богородицы. По матери прадедам старца Белекта Майнден славный богатый купец еврейский принявший крещение со всем своим домом. Бабка старца по матери дочь выкрестившаяся еврея поступила в монастырь и впоследствии была настоятельницей Покровского женского монастыря. В том же монастыре жила монахина и сестра ее матери Агафья. Впоследствии сама мать старца подавляя всех своих детей приняла апосты в том же Покровском монастыре с именем и таким образом весь род Величковский отличался особо людьей возрастом. Стоит отметить, что когда мать узнала об уходе Петра из академии испытала недоносимый скоб. Она ходила по монастырями и когда не смогла ее найти подавалась по своей женской слабости величайшему умению. Она решила умертвить себя голодом. Но находясь между жизнью и смертью ее верились бесы, приведя в ужас. После многократного чтения качества Божьей Матери явился ангел, который обличил ее безростовство и сказал на то, что сын твой по воле Божией избрал не плохое что-нибудь а монастырскую жизнь. Как же можно было тебя так отчаянно скобить и губить твою мать? Знай же твердо, что сын твой по благодати Божией неопременно будет монахом и тебе следует перестать скобить о нем, подражая ему самую отреться от мира такова воля Божия. Услушав эти слова от ангела Ирина громко закричала если такова есть воля Божия то я уже никогда не буду скобить о моем сыне. Скоро после этого была совершенно выздоровела. Впоследствии приняла постриг в Покровском монастыре где была 10 лет она мирно отошла ко Господу. Наружа Петра был только и брат Федора умерший 7 лет от рода. Воспримник Петра при Святом Крещении был полтавский полковник Василий Васильевич Кочубей относившийся к Семиричковскому с большим расположением. Петр было 4 года когда умер отец и настоятелем собора сделался брат Петра Иоанна. Скоро после этого Петра стали очень грамоте отданы матери в школу по всей вероятности церковной при Соборе. Петр проведал двух лет с небольшим изучал буквар чувство слов и псалты. А письмин научился от своего старшего брата священника. Как только Петр научился читать чтение сделалось его любимым занятием. Он прочитал все духовные книги какие только находил в своем доме и соборной библиотеке. Все священное писание Ветхого иного Завета, жития святых, получение святого Иоанна Златого Устара, святого Ефрема Сирина и многие предыдущие книги. Он был очень тихим, кротким, серьезным, мальчаливым и глубоко религиозным мальчиком. Подменяем уже постоянного духовного чтения, особенно в житии святых подружников, он проникся особенно в жизни монашеской. Благочетивый пример родной семьи, рассказы странников о святых местах, церковные службы поддерживали усилиями Петра это настроение. Он стал в своей комнате, отдаваясь им по его собственному сворожению, не насыпан учтенный книг и молитвы. Ему антеливость была поразительной. Родной по целым днам не слышали от него нетного слова. Он не был имбран, не умир напротив, радость и предмет святились и цель его. Но он был всецело подражен в свою внутреннюю жизнь, в свою сокровенную молитву пребывания с Богом. С людьми он по выражению его жизнеписателем был зеос поднив и берц дез мою выбору. Так же, что даже родная мать почти никогда не слышала его голоса. Когда на большин праздниках собрались в речковских родственники с детьми, то они, то и дети не могли заставить ее принять с ответом мальчика, они с угольными спрашивали матери, «Дом у вас не мой?» «Нет», отвечала мать, «Мы сами от него никогда ничего не слышим, разве только обоих два слова, а тут все молчит». Поступив 13 лет в Киевскую Академию, он с радостью начал учиться, не забывая при этом о главном на душе. Средоточен духовной жизни Киева главным источником благочестия христианского подвижничества были в то время Киево-Печерская Лавра, Михайловский монастырь с мощами великомученцев Варвары и другие обители сиявшие многочисленными подвижниками высокой жизни. Киевское Братское училище, куда предписано было предъявить петя, поставило в то время довольно сложное учебное заведение. Это было соединение низшей школы, средней и высшей, помещавшейся в ограде Братского Богоявленского монастыря под общим именем Киево-Могилянская Богоявленская Братская Академия. Возникла в Каше 16 века, видела большую школу, имевшую цель давать первоначальное образование русским православным мальчикам. Это учебное заведение было грамотно щедрих жертвователей и заботливых покровителей. Постепенно пролетилось в спросительское заведение самого высшего разряда. В 1633 году оно было преобразовано митрополитом Петром Могилов в коллегию, а в 1701 году грамоты императора Петра Великого в Академию. В начале 18 века Экадемия была организована по образцу высших зеронечной школы и стала рассадником высшего образования петерника наставником славной России. Она опускала из своих стил церковных деятелей славных не только чобностью и талантами, но и святостью жизни, как и были например Феодосий Чернаговский, Димитрий митрополит Ростовский, Элокентий епископ Иркутский, Иран митрополит Торгольский и другие. Киевская Академия не была учреждена муссословным. Она шелокова скрывала свои двери детям всех классов общества, духовных и светских, богатым и бедным, знятым и простым. Понимала напомненников, но только православных. Как великор было число воспитанников в Академии, можно увидеть исследующих цифр. В 1715 году в ней воспитывалось 1100 воспитанников. 1742 год 1234 1744 и 1160 из которых 388 проложали духовным и знаниям, а 7279 в горяном разночинствах. Учебное задело в Академии было постано следующим образом. Батюшка, на секундочку, на секундочку вас перебью, простите, или чуть-чуть тише, или чуть-чуть дальше, а то запирает сильно звук и захлебывается по возможности. Благодарю. Учебное в Академии было поставлено следующим образом. В четырех младших классах главное внимание обращалось на изучение языков латинского, греческого, польского и славянского. Первый класс назывался аналогия или фара. Второй класс назывался инфима. В этих двух классах обучали чтение и письмо на всех вышеупомянутых языках и занимались первоначальным грамматическим разбором. Следующие два класса носили названия грамматики и синтаксии. Как показывают сами названия, в этих классах входили в детальное изучение грамматики и синтаксиса. Кроме языков, в этих классах проходили катехизис, арифметику, лотное пение и музыку. Этими четырьмя классами заканчивая с меньшей школой, ученики переходили в среднюю. В средних классах было два, пиитика и риторика. Курс обоих классов проходил в течение одного года. Из класса риторики ученики переходили в высшие отделения академии, состоявшие из двух классов философии и богословия. Курс философии изучался два года, курс богословия четыре года. По переходу философии учащие называли учениками. По переходу философии получали название студентов. В классе ученики занимали места по успехам. Кто учился лучше, сидит впереди, кто учился хуже, а вот сажали назад. Классы были очень многовидными. Особенное внимание обращалось на значение латинского языка. Воспитанники всех младших классов обязаны были говорить между собой например по латыни. Врушавшие это правило обвергали штрафы. Все воспитанные к академии взялились на две группы. Меньшая проживала в общежитии при академии, большая которая прооближала Игорь Нечковский, жила по квартирам вне академии. Воспитанники этой категории большей частью ютились по школам при приходских храмах, находясь под обладением приходских священников, они помимо своих прямых учебных занятий обязаны были приучаться к чтению и пению в церкви. Жили шкалеры очень тесные, иногда им приходилось тесниться в одной комнате вместе с семьей печатника и учениками забывательских детей. Не видительно, что при такой тесноти между школьниками и хозяевами происходили немало неприятных не дай спешных недоразумений. Но все приносили шкалеры, лишь бы только не утеряя звание воспитанника в академии. Мы и шкалер добывали себе средства питания расплыванием духовных стихов. Каждый день в обеденное время они ходили по киевским улицам и перед каждым домом у окна или урок или гимн прося милостынях. По вечерам они собирались на площади перед собранием торговцев, остававшихся в панаме шли в область своих лавок и распевали канты в честь святых угодников, речевотворных фикон, особенная честь Божьей Матери. Музыка и слова этих кантов всегда были сочинением своих студентов. Еще при митрополите Петре Могиле в переполе XVIII века воспитанники коллегии сочинали и вспоминали в лицах драматические представления, изображающие библейские события. В составлении таких духовных песни мало подразднился святой Дмитрий будущий митрополит Ростовский. Место представления обычно сложили академическое зало, а иногда открытая поляна какой-нибудь трущик. До время так называемых рекреаций, бывавших раза в три в году, отравились вместе учащие и учащиеся. Однако неучебные занятия, неакадемические празднества, невеселая товарищеская жизнь привлекали в себе молодого Веричковского. В свое сердце всецело заводили благолетные храмы, святые убители, безумные пещеры, единения и дни в дни беседы с друзьями о странической жизни. В первые свои школьные годы, когда Веричков скучился в добросове и жив Богу приводился из класса в класс, в глубине его души происходила особая внутренняя работа, особые решения созревали в ней. В ней кредло общение с Богом утверждалась мысль о полном посвящении себя Богу, о совершенном отречении от мира. Уже в это время он устроил для себя следующие три правила. Первое. Ближнего слова не осуждать, хотя бы собственными глазами видя его согрешающим. Второе. Никому не иметь ненависти. И третье. От всего сердца прощать обиды. Присмотревшись своим товарищам, Петр нашел среди друзей, разделяющих его мысли. Они часто собрались вместе поливать незаместные уголки и целые ночи до злона за утреной проводили в заглушенных разговорах, собираясь вместе покинуть мир и сделаться странниками. Они выдавали другу клятвы не подстригаться и не жить в богатых монастырях, где невозможно подражать нищете Христовой, а жить во всякой тесноте и злострадании. Здесь же в монастыре расшелся первый духовный наставник Петра благочестивый иеросхимонах похорний, много лет проведший странствование в пустыне, Петр любил слушать его рассказы о его странствованиях, о трудночьях отшельнической жизни, вместе с тем удобствах пословительства для безмолвого молитвенного пребывания с Богом. Поход не снабжал Петра книгами духовного содержания, отчетение которых еще более укреплялось в нем молитвенном монашеское настроение. Летом с 15 июля по 15 сентября Петр приезжал в родную Полтану, продолжал жить и здесь со своей особенной духовной жизнью. Уже в это время у нас свой привычка делать выписки на замечательных мест из читальных книг. Когда уступили третья зима пребывания Личкерского академии, усиливая школьным занятием стало все более и более ослабевать, а желание монашества превозмогать. Особенно событие еще более повлияло в этом направлении. В один день из школы исчезли для другого, раздумывая о том, куда они могли с Камскитуте Печерской лавы. Его друзья действительно оказались там. Они очень обрадовались его, накормили его после вечернего службы вместе с ним другими послушниками, заняли чтением книг святого Ефрема Силена. На следующий день после Тургии Веречковского приглашали начальника Мскита разделить с ним с братьями общую трапезу. Царившая в трапезе благореваемое молчание, внимательно слушая Петра глубокое впечатление. Ему казалось, что он сидит среди ангелов Божьих, находится на земле, а на небе. После трапезы друзья Петра снова долго беседовали с ним и уговаривали восстаться с ними в обители. Он и сам готов сделать это, но поверился матери, который, как он хорошо знал, ни за что не согласится на поступление его в монастырь и возьмет оттуда его силой. На третий день простившийся своим грезьян Петр возвратился в город. Привное пребывание в Скидус среди своих бывших школьных товарищей еще более крепило Петра намерение ответствия от мира. Когда наступило рето 1738 года, он не поехал домой, остался в Киеве с целью посещать киевские святыни, искать удобного случая и усуществить свое желание. Кому пользуясь калитарной свободой, Гречковский посещал все церковные службы. Людмой обладал в Софийском соборе, молиться обоящим святителям Макария, часто бывало в Михайловском монастыре Святой Великой Мученице Варвары, но самим любым местом Петра была Киево-Печерская лаура. Туда он ходил чаще всего по воскресними праздничними слушать ранее и позднее турбию. Тогда он приходил по вечерам и вместе со странниками ночевал в нижних пещерах около церкви и расставался наверь со мной лавры около колокольня до самого злого церковного. Столе церкви, видя вокруг себя множество иноков, он, по его собственным словам, умилялся и радовался, как бы видеть перед собой самих печерских угодников и проставлял за это бомбо, чтобы расстроился быть в таком святом месте. По окончанию службы в церкви он ходил с богомольцами по пещерам, наслаждался царившим там безумным и тишиной, как невозможно представить наверху земли. Его сердце довело желанием навсегда остаться в этом святом месте, но, вспоминая свою мать, он осознавал, что не в Киве пристепенно исполнить свои желания. Так незаметно приходило лето, и Петро захотелось еще раз побывать в Китае. У Петра имелось радостно и нежно, что может быть на трассе не удастся поступить сюда, а мать милосердится и разрешит ему там остаться. Поэтому столичный приступает урок святого убителя. Войдя в ограду, он с трепетом радость видел прежде всего самого начальника Скипа, стоявшего около церкви. Петр подошел к нему, поклонившись до земли, просил благословенного навсегда остаться в убителе. Начальник поднимал свою келью. Здесь Петр еще раз поклонился и смиренно стал убить. Начальник пригласил его сесть около себя. Петр в первых словах ужеснулся от того предложения и поклонившись еще раз остался на своем месте. Начальник во втором и третий раз приказал Петру садиться, но тот только кланялся и двигался с места. Начальник сказал, ты просишь меня принять в нашу обитель, но я вижу, что в тебе нет даже следа монашеского послушания и отсечения своей воли. Я три раза приказывал тебе сесть около меня, и ты не послушался, а нужно по полному условию вспомнить мое приказание. Как же ты не имеешь послушания, смыливаясь относительно принять тебя в обитель. Кто не имеет послушания, тот недостоин на нашу скалы образа. Заметив, что его слова сильно расстроили величковского, начальник заговорил более мягко. Чарль моя любезная знает, что подверг тебя до конца своих дней не забывал, что начало, корень и основание истинного монашества заключается в послушании и отсечении своей воли. И все желающие оставить мир, и все, что умир должны оставить своими волями и рассуждения, и во всем повиноваться по Богу своему наставнику. Не смущайся уже с пытанием, которое подверг тебя. И на молодую створь, так и ты не из управства не послушал меня, а потому что Бог допростит тебя и я грешный прощаю. После этого начальник стал расспрашивать Петра откуда он родом, чей он сын, и не препятствует ли ему родное поступить в монастырь. Когда Петр чистосердечно рассказал на все свои обстоятельства, начальник сказал, Чамбо Майор, хотя ты просишь меня принять нашу обитель, но порассказывай твою неприятность и нами тебе, так как твоя мать узнала от твоего местоприбывания, легко может взять тебя отсюда присоединственное часто. Не скорби, но разложи свою надежду на Борга. Померни, что всемогущий Бог не оставит тебя и поможет тебе исполнить твое желание. С этими словами старый благослов Петра и отпустил его изобитель. На этом первый отчет жития окончено. Все, Господи, Виктор, сейчас ждем, что-то скажет. Виктор, благодарим вас. Не ожидал я такого рассказа, потому что сам я этого не читал, но вы подробно очень о историческом контексте, о той обстановке, которая там была. И это, мне кажется, тоже важно. Для меня было удивительно. Оказывается, видите, евреи по национальности, то есть мама еврейка, значит, сам преподом Паисий еврей и в то же время малорос. И видимо слилось все. Духовное дарование, интеллект такое, что столько языков знал, что так мог перевести. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас тоже как-то на приходах создавалась такая обстановка благодатная, благовейная, чтобы дети, видя такую обстановку, находясь в такой обстановке, тоже воспитывались благочестиво. Благодарим за рассказ. Спасибо, Господи, и ждем следующего среду. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.